В начале 1944 года я подал заявление, что я хочу служить в Советской армии. Я был под впечатлением статей Эренбурга, и был такой очень активный юноша. И я подал заявление, чтобы меня приняли добровольцем Советского армии, потому что мне тогда еще было только 17,5 лет, и призыву я еще тогда не подлежал. Меня направили в 21-й отдельный запасной полк связи в городе Ульяновске, где готовили школу младших командиров-связистов. Я проучился в отдельном запасном полку связи 4,5 месяца, и после этого был направлен в действующую армию, в город Богодухов. Это недалеко от Харькова. Я вспоминаю, когда мы приехали в Харьков, это разрушенные вокзалы, искореженные паровозы, разрушенные пути, разрушенный город. Спустя какое-то время добрался я до города Богодухово и сообщил о своем прибытии. Меня направили в роту связи. Командиром роты был Евгений Васильевич Павлов. Рота занималась тем, что обслуживала 329-ю истребительную дивизию. Летчики летали на самолетах «Аэрокобра» английского производства. Задачи дивизии были такие, что нужно было сопровождать летающие крепости, которые обслуживали американские летчики. Летающие крепости базировались в основном в Англии. Оттуда с опасным боекомплектом они летели через Германию, бомбили Берлин и другие города Германии. И приземлялись в городе Богодухов. А летчики 329-й истребительной дивизии сопровождали их и защищали, вступали в бой с немецкими истребителями, которые пытались их уничтожить. И в этом заключалась задача дивизии. Задача роты была обслуживать штаб дивизии и соединять связи штаб дивизии со штабом армии. Моя задача, когда я прибыл на службу, была... Я был сначала телефонно-телеграфным мастером, ремонтировал различную аппаратуру. А потом меня назначили начальником телефонной связи. Кроме того, я научился работать на телеграфных аппаратах в Морзе и телеграфном аппарате БАДО. И на этом этапе выполнял разные обязанности. Ремонтировал аппаратуру, руководил. У меня в распоряжении было три линейщика солдата, которые тянули провода связи.